Девушки отдыхают До сих пор остаются без отопления В июле месяце прорвало Магистральную тепловую Трассу Потому что она находится Под нашим домом И наши подвалы все были затоплены Мы думали, что они Отремонтировали Она была там Защёлка Как-то она называется у них Задвижка По-видимому, они её не отремонтировали Потому что позвонили Когда каждый день звоню Везде звоню Никто не знает, почему не работает Сегодня, наконец, мне тепловые сети сказали А потому что, говорят, у вас магистраль Не отремонтирована Когда вы будете делать? Неизвестно Может быть, завтра Ну вот как это называется? Конечно, это неприятно У нас всегда включали Отопление восьмого И смотрели, какая погода На улице А сейчас минусовая погода И до сих пор просто Я не знаю Я тоже выгреватель Грею целый день и ночь Тоже это накладно Всё-таки С пенсии-то Желательно, конечно Чтобы всё это устранили Чтобы мы жили Как другие дома Сейчас придёшь И всё, ну, уютно А у нас Даже ничего не хочется делать Оденешься там Вот такие дела 120 квартир У нас 6-ти подъездный ДОП 120 квартир А они в город В городскую администрацию Дежурному Он мне говорит До 22-го вам должны подключить А может быть и нет Когда сделают В нашей администрации Они даже не знают Что где-то есть прорыв Где-то Вот эта магистраль Где Но нигде не роют Вы понимаете? Когда труба прорывает Обычно где-то роют А это нигде не роют 10-й, 6-й, 4-й, 2-й Мы все остались без тепла Ну, 6-й я сказала И во всё виноваты тепловая Вот эта магистраль Которая проходит через наши дома Улица Аэродромная, 35 Второй подъезд Жильцы трёх квартир Остались крайне недовольны Ремонтом канализационного стояка У нас получилась протечка В перекрытии Лопнул тройник Когда вызвали слесарей Они вот Такую работу нам сделали Которая некачественная Она неправильная Вот видите Как должно быть соединение Всё одно в другую Вставлять в трубу А они что Вот этот тройничок Кусочек пятого этажа Вставили мне Нахлобочили на него Тут же не успели уйти Потекла вода Они должны были Контолировать Сверху налить воду Посмотреть Течёт вода Не течёт сверху Мы их уже на пути Ловили Отлавливали Чтобы они пришли Вон они Силикончиком Замазали Ну и до следующего Случая Пока как говорится Гром не грянет И петух в одно место Не клюнет Вот так вот у нас Теперь на две недели Растянулся Они пришли На другой неделе Управляющий Был в 38 квартире Она его вызывала Посмотрела Все наши картинки Они пришли Например Это было в пятницу Они пришли На следующей неделе Во вторник Они не собирались Ничего делать Они пришли Без инструмента Напугали 38 квартиру Что ей придётся Снимать унитаз Бомбить опять Всё это Раскурочивать Она конечно Пала в истерику Они развернулись И ушли Всё Гофрированное Это временное явление Разве слесарь Не знает Что это временное явление Я вызывала специалиста Он сказал Я работаю Больше 20 лет Такого ужаса Не видел Это гофрированное Вот эта манжетка Ставится На день На два Работа продолжается Вечером Манжетка Одевается Чтобы людям Дать воды Сейчас у меня Не проходит вода в ванной Не проходит вода На кухне Потому что Эта манжетка Поднятая Она пройдёт Потихоньку Она пройдёт Угол Мокрый Постоянно мокрый Вот уже Три недели Стараемся Так чуть-чуть Чтобы не мочить Потому что Там люди Денис Владимирович Скажите мне Кому мне обратиться Чтобы вам помогли Как руководить Не извинения Не то чтобы позвонить Не то чтобы сказать Подождите Сделаем Сейчас нет отопления Три недели Идём В пустую Это всё на сегодня Звоните И пишите В нашу редакцию До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова